В прошлый раз мы остановились на обобщенном законе Гука, в котором получена связь между механической деформацией σ и относительным удлинением ε. Здесь σ это отношение силы к площади, а относительная деформация это ΔL к L, где L это длина стержня, а ΔL его удлинение. Коэффициент пропорциональности E вносит название модуля Юнга. Он является характеристикой вещества и описывает всевозможные растяжения и сжатия стержней. Аналогичный закон может быть написан не только для продольного удлинения стержня, который вот здесь представлен. Здесь у нас сила, здесь у нас s это площадь, вот у нас начальная L, а вот у нас ΔL. Ну, а второй конец стержня условно будем считать, что он закреплен. Аналогичный закон может быть записан для сдвига, только там будет σ тангенциальная равно уже новому коэффициенту G ΔL τау делить на L. Это верно для случая, когда у нас один конец закреплен, например, а второй конец испытывает сдвиг. При этом f направлено сюда, s здесь, σ τау, это f тангенциальная, делить на s, f тангенциальная. Для отличия можно написать здесь f l. Ну, а если посмотреть на ΔL τау, это... ΔL τау, это вот это смещение, насколько сдвинулась по направлению касательной внешняя сторона площадочки, то есть внешняя сторона торца стержня. Значит, вот это вот ΔL с индексом τау. L по-прежнему длина стержня. Значит, это закон Гука для... или через модуль сдвига. G это модуль сдвига. G модуль сдвига. Если у нас смещение небольшое, то ΔL к L можно представить как отношение длины дуги к радиусу. И тогда мы получим, что вот это выражение при ΔL τау гораздо меньше L может быть представлено как σ τау равное G умножить на угол θ. Где угол θ? Можно его представить вот так вот. Можно даже аппроксимировать это прямой линией. Аналогичный закон может быть получен и для кручения. Если у нас имеется цилиндр, цилиндр, и к верхней части этого цилиндра приложен момент силы. Я нарисую его вот так вот, стрелочка, как будто мы поворачиваем. Нижняя часть цилиндра условно закреплена, а здесь есть момент силы. Момент силы, который закручивает наш цилиндр. При этом угол φ также оказывается пропорционален моменту. m равен k на угол φ. k в этом случае называется коэффициент кручения. коэффициент кручения. Итак, как видите, все эти законы имеют примерно один и тот же вид. Примерно один и тот же вид. во всех этих законах величина либо силы, либо момента силы оказывается пропорциональной величине деформации или угла. Вот эти все соотношения справедливы в определенных не слишком больших диапазонах изменения параметров. Если у нас изменение например, длины не очень велико, то эти законы будут работать. Но если вы попытаетесь растянуть скажем, стержень очень значительно, то в какой-то момент закон σ равно е на ε нарушится и нужно будет учитывать не только упругую деформацию, как вот это здесь вот было, но и еще и пластическую деформацию. При этом закон перестанет быть линейным и в σ будут входить еще какие-то коэффициенты связанные с квадратом ε или другими более высокими степенями. Есть вещества, в которых этот закон выполняется не только при не слишком больших, но и не выполняется, не только при очень больших значениях относительного удлинения, но и при очень маленьких. Например, если взять резину, если взять резину и для резинового такого вот кусочка начать его растягивать этот резиновый кусочек, то сначала у нас зависимость будет видимо квадратичной, близко к квадратичной, потом она оказывается линейной и выполняется закон Гука, а потом зависимость снова меняет свой вид. Здесь, если у нас сила, здесь удлинение. Можно писать то же самое σ и относительное удлинение. Это величины пропорционально. То есть зависимость вида описанного выше, вот здесь вот, она справедлива только на определенном участке. Только на определенном участке. Бывает, что у нас вещество начинает сильно менять свои свойства и вот здесь вот, если мы начинаем, продолжаем, скажем, прикладывать, сейчас, простите, нарисовал обратную картинку, здесь должно быть наоборот. Здесь ΔL, здесь сила. Вот так вот. По осям. Значит, если мы начинаем прикладывать все больше и больше усилия, в какой-то момент сейчас, одну секундочку, было все правильно, было все правильно, ф, дельта, если мы продолжаем прикладывать цесилия, в какой-то момент нам уже не требуется дополнительной силы и увеличение силы, чтобы тело продолжало растягиваться. И вот здесь вот у нас возникает полочка, полочка, и эта полочка соответствует зоне пластической деформации. Если здесь деформация упругая, то здесь деформация пластическая. Дальнейшее поведение зависит уже от вида системы и от вида материала. И может быть дальше либо снова подъем увеличения жесткости, либо разрыв. То есть может быть пойти либо так, либо вот так. И так, и так. В этой зоне уже происходит растяжение материала значительное и материал разрушается. Уже здесь тело как упругая не работает. Давайте посмотрим, как от этих теоретических сведений можно перейти к задаче. Достаточно частой задачей экспериментальной на экспериментальных турах является анализ пластической деформации или упругой деформации построения вот такого графика. Он требует достаточно внимательности и скрупулезности, чтобы получить достаточно аккуратно вот такой вид закона. в теоретических всевозможных турах может встретиться задачи, связанные с модулем ёнгом. Продолжение следует...